Добрый день, меня зовут Журавский Евгений, я анархист из Баранович. В 2020 году я принимал активное участие в событиях в родном городе. По этой причине сейчас я нахожусь в другой стране. Я решил поучаствовать в компании «Сход», чтобы представить анархический взгляд на ту ситуацию, в которой все мы сейчас оказались. И мне кажется, что этот анархический взгляд ближе всего к интересам народа. И сейчас я расскажу почему. Большинство делегатов здесь предлагают свое видение на проблемы, а нам предлагают с этим видением согласиться или не согласиться. Я же считаю, что делегат не должен говорить за себя. Его задача отстаивать мнение людей, которые ему доверились. Как только люди видят, что такой представитель не выполняет своих обязанностей, его можно отозвать в тот же день. Именно так работает прямая демократия, за которую выступают анархисты. Когда я регистрировался как кандидат, то столкнулся с трудностями. По некоторым вопросам нельзя было дать свой ответ, пришлось выбрать из предложенных. Например, провести или не провести новые выборы. Для меня выборы это возвращение к тому, что мы уже имеем, один человек управляет миллионами. Этот человек может быть лучше или хуже Лукашенко, но система остается прежней. Нас призывают, даже вынуждают отдавать власть принятие решений в стране. Потому что выбора у нас как такового нет, нельзя отказаться от передачи власти в одни руки. Это меня и возмущает, потому что решения должны приниматься снизу, при участии всех заинтересованных. За последние полгода мы уже лучше узнали друг друга, научились общаться, обсуждать и принимать локальные решения. Вместо того, чтобы возвращаться домой, нам стоит остаться на улицах и продолжить решать вопросы, которые нас непосредственно касаются. Поэтому я не считаю, что нам нужны новые выборы. Сейчас у нас есть возможность придумать новый, более эффективный способ самоуправления, в котором могли бы участвовать все желающие. Именно поэтому я не буду предлагать, что нам делать с коронавирусом. С кем лучше сотрудничать? Закрывать нерентабельные заводы или не закрывать? Как быть с теми, кто репрессирует народ? Эти вопросы должны решать мы вместе. И я в этом процессе буду иметь такой же равный голос, как каждый и каждая из вас. Главное в любом деле полнота и доступность правдивой информации. Достаточное количество времени на обсуждение и готовность договариваться, а не конкурировать. Я считаю, что белорусы готовы к такому участию. В Барановичах и Минске могут принимать разные решения по одному и тому же вопросу. И это нормально. Отсутствие принуждения – главный принцип анархизма. Что касается диалога с властью, думаю, вы сами понимаете, что диалог невозможен в ситуации, когда одна из сторон считает себя важнее другой. Народ и государство – неравные собеседники. Народ может только выдвигать требования, и если они не выволняются, не повиноваться указаниям властей и выходить из-под контроля. Мы свои требования уже выдвинули. Осталось лишь продолжить давление. Продолжение следует...